Южноуральцы беспокойны нашествием хищников. Жители области вновь заявляют о нападениях волков. В первую очередь страдают сторожевые псы. Похожий случай регистрируют и в соседних регионах. Андрей Михайлюк с подробностями. Где собака? Кавказец. 70 килограмм весит с лишним. Вот она, собака. Волки пришли, перегрыли горло и потащили его. Это видео прислал житель одного из сел в окрестностях Миаса. Кровавый след тянется от дома до ближайшего леса. Мужчина предполагает, что волков было несколько. Об этом говорят многочисленные следы на снегу. И это уже не первый случай. Потому что численность волка стала на территории охотничьего хозяйства запредельной. На Миасском охотничьем хозяйстве обитает порядка 30-40 голов волка. То есть волк не находит себе уже должного пропитания в лесу и подходит к населенным пунктам. Давит собак, которые бродячие бегают рядом с населенными пунктами. Нападает на сельскохозяйственный скот. В горнозаводской зоне волки выходят на охоту в населенные пункты. Жители массово заявляют о погибших собаках и других домашних животных. Исправить ситуацию пытаются егеря. Министерство экологии для регуляции численности волков разрешило использовать капканы и применять автомототранспорт для отстрела серого хищника. Это кто, походу, скажет? Александр Рыков – самый известный охотник на волков в Челябинской области. В этом году егерь уже добыл 4-х хищников. А в предыдущие годы численность добытых им волков доходила до 18 голов. В обычное время капканы использовать запретили. Охотиться стало сложнее. Поэтому поголовье хищника стало резко увеличиваться. В одном месте лося задрали. Вот сидел на нем 3-4 дня, приходится сидеть, ночью караулить. Вот кабанов на кабане находил, что задранный кабан. Тоже приходилось сидеть на приваде на этой. Сложно стало. Очень тяжело. Приходится ночами сидеть. В ближайшее время работу егеря может прибавиться. В соцсетях сейчас активно распространяют информацию о новой миграции волков. Более 300 голов хищников якобы перешли границу с Казахстаном. В сети гуляют видео, снятое в других регионах. Ну я просто смотри, ворочай, ты это глянь. В Министерстве экологии же утверждают, поводов для паники нет. Волки якобы еще не пришли в регион. И скорее всего обойдут его стороной. А информация, которая гуляет в сети, раздута. Напомню, случай нападения волков на собак фиксировали в Чесненском районе. Кроме того, о нападении заявляли жители Красноармейского района. Хищники там разорвали несколько собак. Однако вживую нападения никто из местных жителей не видел. Андрей Михалюк, Егор Хвисюк, ОТВ.